Давайте начнем по порядку. Во-первых, на лициклубернии появилось обращение анонимное, где под ником учителька или как там она была, педагог, сейчас уже не помню, появилось обращение, суть которого свозилась к следующему, что педагоги опасаются, что их будут привлекать. Соответственно, я буквально через несколько минут, час даже не прошло, опубликовал свой комментарий. К сожалению, ряд средств массовой информации, я не хотел бы их называть, выставили эту новость с заголовком «как нечто уже свершившееся». То есть в Саратове призывают. Если наши средства массовой информации, в Саратовске, написали, что пишут, то, допустим, такой как знак, ну, я федеральный, да, все, они уже написали «как свершившееся». В Саратове принуждают учителей. Ну, неужели там такое было написано? Этого не было, согласитесь? А раз это уже заявлено «как свершившееся», ну, ребята, мы все люди нормальные. Если что-то свершилось, ну, дайте факт, где? Если есть информация, но еще пока фактов нет, давайте сядем, разберемся вместе, проведем, проследуем журналисты, да, не знаю, кем, проведем. Но если нет ни факта, ни информации, и писать о том, что уже свершилось, на мой взгляд, это неправильно. Кто может повлиять на это, на мой взгляд, безобразие? Повлиять на это может структура, которая обладает определенными полномочиями. Это в сфере надзора за следствием массовой информации. Это, прежде всего, Росполнадзор и прокуратура Саратовской области. Значит, что касается обращения, самого обращения, здесь проверка не в плане того, кто написал, что он написал. Может, действительно, у человека крик души, я не знаю. А вот если его действительно принуждают, если такой факт есть, прокуратура, я считаю, должна вмешаться, проверить. Если принуждают, ребят, к этой акции нельзя принуждать. И по поводу какой статьи вы спросили, да? Ну, скажу так, для этого мы и написали вот эту фразу, оценить согласно действующему законодательству. Тяжело сказать, есть ли там правонарушение, есть ли там преступление, да, либо административное правонарушение. Не готов сейчас сказать, это должно сделать компетентный документ. Я понятно ответил? Да? Ребят, знаете, для меня каждая негативная новость про Саратов, да, для меня это нос по сердцу. Знаете, почему? Неужели у нас в Саратове не будет хорошим, а? Вот честно говоря. Мы стараемся залить дерьмом Саратов-Стоплес и сами тоже сидеть. Честно говоря. Прямо... Секундочку, а знаете, что самое интересное? Вот когда начали тоже мониторить ситуацию, нашим саратовским СМИ очень серьезно доверяют. Причем, в резингу недоверия в саратовских СМИ нет. У нас у всех любого издания рейтинг доверия выше, 50% и выше, и выше. Вам доверяют, поэтому любое ваше размещение, оно вызывает у людей, которые, у ваших читателей, подписчиков, да, слушателей, не знаю, телезрителей, оно вызывает ведь доверие большинства того, кто вас прочитал или увидел. И вот наши саратовские СМИ в большинстве своем отреагировали довольно-таки хорошо. А вот это появилось, а вот комментарии к нему. И вот вы оцените, читайте, а есть те, кто заявил уже к этому, вот оно вот так все призывают и дальше поперли. Ссылаясь на ваши публикации, начинают или уже начинают разные интересные средства массовой информации, уже далеко не саратовские. Сегодня уже комментировал какой-то там журналист, там вот там призывают уже как свершился факт. Хотя, на самом деле, никто не знает, что это за женщина, кто это написал, из Саратова ли она вообще, и вообще ли женщина ли это, да. То есть, поэтому здесь, конечно, нужно провести поведение. Вы знаете, для меня, когда вы подписывают, люди анонимные обращения какие-то, подписывают комментарии, для меня это подлость. Да не, ради бога. Нет, честно говоря, подлость, это значит, человек какой-то чего-то боится, или человек с комплексами какими-то. Это ваш личный взгляд? Да, конечно, а почему бы нет, я готов поделиться, потому что я говорю со всех, знаю, отношусь к ним очень хорошо. Если ты скажи, например, что ты нехороший человек, скажи ему в лицо открытое, а подписывай под неким ником, оскорбляйте, это, наверное, подлость, это малодушие, это грязь, честно говоря.